Я думаю, что я вас не удивлю, если я сообщу, что уже где-то на протяжении месяца против нашей партии, партии «Справедлив Россия» ведется полномерная, такая жесткая кампания с попыткой дискредитировать нашу партию, с попыткой продемонстрировать грядущий неуспех якобы нашей партии. Различного рода заказные политтехнологи пророчествуют, что партия «Справедлив Россия» не преодолеет проходной барьер, ее не будет в будущей Государственной Думе. Рождаются очень много слухов, инсинуаций якобы о массовом выходе из нашей партии действующих депутатов, руководителей региональных отделений и многое-многое другое. Я начну как раз с последнего. Что на самом деле происходит? Происходит действительно некая поляризация, в том числе и в нашей партии, потому что ядро и, более того, все основные мои соратники, как по фракции «Справедлив Россия», так и руководители региональных отделений, те, с которыми я и рассчитывал идти в бой, а, судя по всему, именно бой нам грядет. Вот скоро у нас уже фронтовая терминология, есть и фронт, есть и ополчение, поэтому мы в бой за справедливость тоже готовы идти. Так вот, ядро и все мои соратники остаются в партии, никто никуда выходить не собирается, но кто-то счел для себя некомфортным быть в рядах по-настоящему оппозиционной партии. Партия, которая бескомпромиссно борется и будет бороться с монополизмом «Единой России», партия, которая по делу и за дело критикует и правительство, и председателя правительства, партия, которая не согласна с тем курсом социально-экономическим, который сегодня проводят и правительство, и управляемая им партией «Единая Россия», и кто-то счел, что лучше быть в другом лагере. И мы рады, что избавляемся от так называемого балласта, а это именно балласт, и партия только укрепляется из-за этого. Была инициатива, о которой сказал председатель партии Николай Олеговичев, о альянсе, сказали, не объединение, а альянс. Альянс касается не объединения партии, не объединения, допустим, списков, что невозможно по закону. Речь идет о сотрудничестве во время кампании предвыборной, и внимательно мы предлагаем следить за тем, как прежде всего партия власти ведет избирательную кампанию. Ну и самое главное, конечно, этот альянс предусматривает сотрудничество на избирательных участках в день голосования и вновь подсчета голосов. Потому что мы заинтересованы в закреплении реального боря из линии граждан, и мы хотим, чтобы, допустим, наши парламентские партии, если захотят присоединиться к нам в ДПР, мы с удовольствием тоже готовы к этому, просто объединить усилия наших наблюдателей, чтобы мы рассматривали наблюдателей, допустим, у справедливой России КПРФ, не как соперников, а как союзников, для того, чтобы осуществить реальный контроль и не позволить манипулировать тем или иным образом. По тройке справедливой России в ЗАГС возглавлю тройку я, ваш покорный слуга, в тройке будет Оксана Евгеньевна и, конечно, будет Нилов, будет Ковалев, но мы там смотрим, кто именно из них, именно в тройке, но пока, если говорить о первых четырех, то это вот могу сказать, что это Миронов, Дмитриев, Нилов, Ковалев или Ковалев-Нилов, это мы в забравочей порядке решим. Все негативное, связанное с временем правления Матвиенко, до сих пор остается в Законодательном собрании Санкт-Петербурга. Господа Тюльпанов, его правая рука Зарагавский, господа Милоновы, Макаровы, которые в блестящих кавычках провели соответственно выборы в Петровском и Краснодарском, все это остается. Я считаю, что власть мы должны менять в нашем городе, а для этого нужно, чтобы этих господ в будущем Законодательном собрании просто не было. Для этого как раз мы и идем на выборы, ведем профессиональную команду наших кандидатов, и я считаю, что сейчас главное направление вот этой борьбы, если хотите, зачистка города от нас, или Матвиенко, она проходит через Законодательное собрание, через выборы депутатов Законодательного собрания. Принципиально наша партия в списках ни на федеральный уровень, ни на региональный, не берет ни артистов, ни спортсменов. Вот многие спрашивают про Женя Плющенко. Женя Плющенко не пойдет нигде по нашим спискам, потому что мы хотим, чтобы наши депутаты и в региональных парламентах, и в федеральном работали на профессиональной основе, как профессионалы. Когда я услышал, что призывают Аллы Борисовича, я понял, что у Прохоров дела совсем плохи, потому что это говорит как раз о том кадровом голоде и о отсутствии реальной платформы и реальной какой-то идеологии. Он хватается за все, очень много берет от нас, не что разумевшееся. Но дело в том, что когда Волк будет агитировать за овец, то это все равно будет всем понятно, что же на самом деле происходит. Поэтому я очень скептически отношусь к проекту «Право дела». Придется нам бороться только с Единой Россией и больше не с кем. Это единственный для нас оппонент. И, кстати, что мы не говорим о Единой России, они прекрасно знают. Реальная единственная сила, именно сила, которой они боятся и против которой они выставляют все свои руки, это только партия «Стро-Россия». Коммунистов они не боятся, жереновцев они просто любят. Правое дело, как они же создали, они и похоронят. Я думаю, что партия «Стро-Россия» навряд ли кого-то поддержит из представителей других партий или беспартийных, потому что всего скорее наша партия будет сама выдвигать своего кандидата. Но, как я уже сказал, и этот вопрос, будем ли выдвигать или не будем, и кого выдвигать, мы будем решать осенью, где-то в конце ноября. Мы уже будем понимать, потому что мы будем вести социологию и свою, и будем вообще понимать, что где происходит. Мы будем понимать, на что мы можем рассчитывать в государственном деле между шестого созыва, насколько будет мощная поддержка нашей партии. Будем понимать, что за социально-экономическая ситуация сложится к тому периоду. Будем понимать, наверное, уже более четко, хотя мой прогноз окончательно не будет сказано о том, кто же из тандема будет выдвигаться в качестве кандидата. Вот, просумбируя все эти факторы, наша партия будет определяться. Продолжение следует...